технология совмещенных обмоток славянка прошла достаточно большой путь и с 1995 года когда технология впервые была успешно примена на практике команда продолжала работать над совмещенными обмотками получались патенты проводились исследования а также технология неоднократно была подтверждена на практике в итоге стало очевидно что технология не нуждается в дополнительных доработках и исследованиях более того у дмитрия александровича появилось большое количество потенциальных клиентов которые были готовы заказать разработку того или иного электродвигателя именно в тот момент и появился проект по созданию инновационного центра такого предприятия в рамках которого команда дмитрия александровича дуйнова сможет разрабатывать различные электродвигатели и зарабатывать деньги на технологии совмещенных обмоток славянка конечно для создания подобного бизнеса нужны инвестиции и первый шаг который предпринимается в подобных случаях это привлечь крупного инвестора который профинансирует подобное предприятие и получит долю в этом бизнесе к счастью ли к сожалению договориться с крупными инвесторами не получилось и не потому что они не хотели инвестировать инвестировать хотели но не на тех партнерских условиях которые устраивали дмитрия александровича как правило в подобных инвестициях крупный инвестор забирает себе до 90 процентов всего бизнеса и создаваемого предприятия оставляя изначальных основателей в роли ведущих разработчиков топ-менеджмента или генерального директора дмитрий дуйнов не согласился на такую сделку он не собирался продавать то чем занимался долгие годы не собирался продавать компанию технологию поэтому от таких инвестиций пришлось отказаться были также предложения реализовать проект за рубежом над этой идеей также отказались по ряду идеологических причин а также и соображений безопасности хочется отметить что дмитрий александрович здесь скорее исключения поскольку с момента распада советского союза только из россии уехала более 1 миллиона человек инженеров ученых и деятелей науки а потом мы удивляемся почему мы покупаем из европы товары сделаны еще на советские патенты дуйнов не только не уехал из россии он продолжил заниматься инновациями в россии и зарабатывать на своих инновациях развивая технологию совмещенных обмоток славянка только на свои средства и используя силы своей команды было принято решение привлечь необходимое финансирование методом краудинвестинга или как это еще называется народное финансирование это такой способ привлечения инвестиций когда деньги привлекаются не от одного крупного инвестора а от неограниченного количеством малых и средних инвесторов это означает что абсолютно каждый из вас может принять участие в этом инвестиционном проекте проинвестировать посильную для себя сумму средств и стать совладельцем того инновационного бизнеса который создается на ваших глазах если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре совмаж проекте двигатели дуинова и технологии совмещенных обмоток переходите на наш официальный сайт ссылка есть под этим видео а также подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить следующие ролики